К примеру, такой вопрос. Как вы представляете себе настоящего мужчину? Кто он для вас? Настоящий мужчина? Да. Наверное, с домом, с гаражом, с женой, с детьми. Кто еще настоящий мужчина? Кто не боится камеры, не боится ответить, высказать свое мнение? Боятся? Ну ничего, я думаю, что... Есть сейчас какая-то другая партия, ну там, я забыл, как она называется, что типа, ну, хотят сделать в Украине, как и в Европе, типа. Ну, я, честно сказать, далекий от политики, меня это не интересует, мне больше, может быть, что сейчас, что сегодня, что класс, чтобы было сегодня. Ну, там, вот такой чисто потребительский такой момент. Спасибо, ребята, спасибо. Урганцев надо поздравлять, которые служили в Афгани, которые служили во второй мировой войне, в основном. Ну, конечно, этот праздник мы... Сейчас они служили, а к ним относятся по-собачески, по сравнению, как должно относиться. Воевали, просто видел фрагменты по телевизору, я сам не служил еще. И когда пересекали мост Советским Союзом и Афганистаном, они землю целовали родную. А такого сейчас в нашем мире так заставить никто не сделает. Это просто все идея. То есть те, кто непосредственно служили в армии, стояли за отечеством, можно сказать, что это настоящие мужчины, да? Да, я хочу сказать. Спасибо большое. Ваше мнение, как вы относитесь или к какому образу у вас настоящего мужчины? То есть как вы себе представляете настоящий мужчина? Кто он? Ну, как кто? Тот, который служил в армии, тот, который приносит деньги в семью, тот, который не пьет. Ну, не знаю, мужественный, спортивный. Ну, а что еще можно сказать? Отлично, это хорошие характеристики. А что ты можешь сказать? Я согласен с ним. Кто он? В нашем городе. Нет, в вашем представлении, кто этот мужчина? Может быть, сильный какой-то, может быть, крутой мужик. Кто? Отец, глава семейства. Могу сказать. Как я считаю, в моем ситуации, в данной ситуации, это может еще нас спасти положение Януковича. Это я даже не знаю. То есть у вас даже нет определенной личности, которая могла сказать, что вот это образ настоящего мужчины, и я хочу быть таким? Иисус Христос. Иисус Христос. Да. Да, Богу. А вы как? Стой такой уже. Конечно. То есть можно сказать, что это воплощение настоящего мужчины? Да, абсолютно. Можно ему подражать. И отцу, который его послал на землю. Спасибо большое. Как вы представляете себе образ настоящего мужчины? Ой, образ настоящего мужчины сидит сейчас дома с детьми. Это ваш муж? Конечно. Это ваш настоящий мужчина? Естественно. Отличный ответ, и мы благодарны за вас. Спасибо. Ну, не знаю, но он должен работать, за семьей ухаживать. Кто для вас является примером в этом? Да, родители. То есть ваш отец, да? Непосредственно. А как вы думаете, какой ваш образ? Какого? Настоящего мужчины? Настоящего мужчины. Ну что, ну должен продолжить свой род, семью завести, одевать и детей продвинуть как-нибудь в институте куда-нибудь дальше. И все. Кто он? Кто он? Он настоящий мужчина, который отслужил и знал свое дело, куда он и шел. Ну, к примеру, после отслужил, что он должен, чему-то может добиться, какие качества иметь настоящий мужчина? Еще что-то добавить и более шире. Он должен зарабатывать себе деньги и поставить свою семью так, так, как он хочет. И все. Спасибо. Пожалуйста. Скажите что-нибудь по поводу, добавите или свое мнение вы скажете. Настоящий мужчина, кто он? Настоящий мужчина должен зарабатывать деньги, содержать семью. Сильный, который женщину не обижает. Держит свое слово. Всегда. Спасибо. А как ваше мнение? Ну, я, наверное, присоединяюсь к этому. Тоже сильный. Ну, чтобы женщина не работала, в принципе. Чтобы он мог обеспечить семью. И всегда отвечал за свои слова. Это самое главное. Никогда не предавал. Слово, чем мужчина. Настоящий добытчик для семьи? Не знаю. Качество настоящего мужчины? Без понятия. Что, ну, должен быть семьянином нормальным. Ну, там, с работой, чтобы было все благополучно. Ну, такое. Не ходить, не бухать. А может сказать, что ты подходишь этому образу? Может сказать, что я настоящий мужчина? В какой-то степени могу, да? Настоящий, честный, порядочный. Ну, не знаю, чтобы понял свои обещания. Чтобы смог защитить, когда это нужно было. Чтобы содержал семью. Ну, не обязательно там, чтобы с роскошью. Ну, по крайней мере, чтобы не сидел на диване. А может быть, конкретная личность у вас есть? Ну, конечно. Нет, личности такой нет. Наверное, сильно высокие требования. Хорошо, спасибо большое. Как, мужчина есть мужчина. Ну, вот именно настоящие, определенные качества там. Ну, настоящий мужчина. Может быть, это супермен или кто-то еще? Слышь, это, короче, не к нам. Это слишком тяжело. Сложный вопрос? Да, ну, мы только с ночи идем. Ну, может быть, настоящий мужчина с ночи должен ходить? Ну, может быть.